Оберегать, стеречь и не давать в обиду. С таким девизом в КОМИ живут 432 человека. Народные дружинники или неофициальные органы правопорядка, как некоторые любят их называть. Красные нашивки на руке словно маячок для преступников. Если поблизости нет полиции, нарушения обязательно пресекут дружинники. Сегодня отряд добровольных правозащитников есть в каждом муниципалитете КОМИ. И то удивительно, что больше их число составляют представительницы слабого пола. 500 должно быть достигнуто 18-летнего возраста, должен быть гражданином Российской Федерации, соответственно, не иметь судимости, не привлекаться к административной ответственности, соответственно, не состоять на учёте у медицинских организаций, у нарколога и психиатра. Как видно, стать блестителем порядка несложно. Однако дело это опасное, и потому вступить в ряды дружинников решается далеко не каждый. Да и к тому же, дело их добровольное, никаких вознаграждений не предусматривает. Впрочем, некоторые поощрения всё-таки имеются. Так, за период профилактических работ дружинникам возмещают стоимость проезда на личном транспорте. А если ты работник муниципальной организации, тебе полагается целых три дополнительных дня к законному отпуску. Впрочем, главное решение относительно дружинников в республике было введено совсем недавно – увеличение денежной компенсации за получение вреда здоровью. Сейчас, в зависимости от степени тяжести полученного, травмы во время исполнения обязанностей народного дружинника, суммы предусматриваются 100, 250 и 500 тысяч в случае гибели. Ещё одним стимулом популяризации станет республиканский конкурс «Лучший народный дружинник». В Коме он проходит впервые, и этот шаг станет прорывом в развитии нужного дела. Среди главных задач – создание новых практик в организации работы и выявление лучших хранителей правопорядка. Последнее, кстати, сопровождается денежным вознаграждением. Конечно, количества дружинников не хватает всегда. Особенно, когда проводятся большие, крупные массовые мероприятия. Охрана общественного порядка в День Победы, пасхальные мероприятия, много различных крупных спортивных мероприятий. Конечно, единовременно привлечь бывает проблематично. Но эту работу мы с МВД выстраиваем, мы популяризируем деятельность народных дружин. Борьба за лучшего дружинника в Коме начнётся 15 января. Сначала заочный отбор, а затем очная оценка судей. Критериев для победы много. Роль играют и сложность отработанных заданий, и даже упоминания дружинников СМИ. Кстати, среди участников – как городские, так и сельские жители. О том, кто войдёт в тройку победителей, узнаем лишь в марте. Однако в одном власти Коме уверены уже сейчас. Этот конкурс, как и другие поощрения, увеличит число добровольцев региона как минимум на 10%.